Вологда 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 Многие волокжане В 70-е и 80-е годы Высказывали обеспокоенность По поводу разрушения деревянной Вологда Ее самобытной архитектуры Под давлением общественности Активное разрушение старого центра Замедлилось и почти остановилось Сейчас Вологда является Одним из немногих областных центров России В котором сохранился такой большой Объем исторической застройки Это удалось благодаря Разработке охранных зон Исторической части города Которые регулируют процессы строительства И реставрации Таких зон несколько И они с разной степени жесткости Диктуют условия жизни в этих зонах В особо охраняемых Возможно только реставрация Ценных с исторической и художественной точки зрения Памятников И такая реставрация ведется В последние годы отреставрированы Здания бывшего дворянского собрания Ныне это областная филармония имени Гаврилина Здание на улице Ленина Где располагается офис Вологодского филиала фирмы Лукоил Комплекс деревянных зданий по Советскому проспекту Здание методического центра по улице Засимовской Здание выставочного центра Музея-заповедника по улице Маяковского И многие другие В других охранных зонах Утерянные здания Воссоздаются по старым архивным образцам Которые тщательно собираются и обрабатываются Где-то только этажность регулируется Где-то регулируется тип застройки Где-то регулируется уже тип среды Сохранения границ домовладения Это очень разная Это очень тонкая вещь Настраивается так довольно тонко Причем от этой настройки зависит Будет жизнеспособный этот участок или не будет Он останется чисто музейным И никаким другим не может Уже люди так жить не могут Такие тоже бывают Один из таких участков это Вологодский Кремль А в облик остальных Неумолимо вмешивается время И в рядовой застройке Неизбежно происходят потери Город меняется И остановить этот процесс невозможно Не менять облик города Значит законсервировать его Значит остановить жизнь Такого не бывает И города и Волода менялись всегда Вопрос заключается в том Что меняют они его так Что вместо Волода мы получаем Нью-Йорк Или все-таки мы получаем Володу В котором появляется новое здание О том как застраивать отдельные участки исторического центра В Вологде серьезно задумывались еще до детальной разработки охранных зон Первая и надо сказать удачная попытка строительства в исторической зоне Была сделана в 1985 году Это пристройка современной библиотеки к памятнику архитектуры 18 века Мужской гимназии Ныне это политехнический университет Проект пристройки прошел весь цикл согласований в Министерстве культуры В президиуме Всероссийского общества охраны памятников В градостроительном совете Вологды Архитектор Николай Майоров предложил довольно смелые И в то же время гармонично сочетающиеся со старинным монументальным зданием решения Многие специалисты признают, что и сегодня, спустя почти два десятилетия Это решение вполне соответствует современным авангардным архитектурным идеям Следующей попыткой деликатно вписать современное здание в квартал исторической застройки Можно считать вот этот дом по улице Витошкина Построенный в 1987 году по проекту архитектора Леонида Рогутского Новостройка получилась несколько объемнее прежнего сгоревшего дома И выполнена не из дерева, а из кирпича Эти изменения в штыки были восприняты в дирекции по охране памятников Которая считала, что на этом месте должна была появиться точная копия утраченного А вот другой городской квартал Это место у кафедрального собора Вологды является одной из многочисленных локальных периферийных охранных зон Дом, построенный здесь в 1989 году, так удачно соседствует с историческим зданием собора Что не специалист не узнает в этом жилом доме творения современных волокжан Даже гаражи, построенные чуть дальше, выполнены с элементами того же классического стиля, что и собор, и новый жилой дом При этом они выполняют роль буферной зоны, отделяя промышленную часть района от локального исторического участка В этом комплексе зданий по улице Марии Ульяновой не специалисту тоже трудно угадать новостройку Разве что по качеству отделки История появления этого дома такова На этом месте стоял деревянный дом в окружении каменных Он сгорел, и возник вопрос, чем заполнить образовавшуюся пустоту И стояла дилемма такая Или воссоздавать это же здание деревянное, которое не вписывалось в ряд каменной капитальной застройки Или, как бы абстрагируясь временем, выполнить роль дореволюционного архитектора и поставить здание Такое, какое бы здесь его поставили, если бы застраивали участок после пожара здания до революции Ну и вот в процессе творческих поисков автор проекта, архитектор Тихомиров Леонид Александрович Предложил такой вариант скромного, неброского, но в то же время выразительного объекта Который декорирован по фасаду, выполнен декор на основе декора соседнего здания Эти примеры современной застройки в исторической зоне бесспорно удачны Но, к сожалению, есть и другие, которые весьма неоднозначно воспринимаются архитекторами И однозначно негативно специалистами по охране памятников Вот этот дом по улице Лермонтова воссоздан по архивным образцам В нем сохранен масштаб и основные черты утерянного здания Но материал, из которого выполнен дом – кирпич, а не дерево И облицован он совсем не характерной для Вологды мраморной крошкой Такая облицовка возможна в других регионах России, где она использовалась и ранее Но в центре Вологды такой дом выглядит чужаком Сегодня центр Вологды – самое привлекательное место для строительства административных и жилых зданий Желание заказчиков обосноваться в центре понятно, это и престижно, и удобно Освоение центра города активизировалось в 90-е годы В это же время усилились дебаты между архитекторами, предлагающими современные решения для участков, где исторические дома утрачены И дирекции по охране памятников Требовались долги, подчас излишне детальные согласования с охранным ведомством В перестроечные времена появились просто деньги, на которые можно было возрождать центр Который, вы сами помните, в каком был состоянии Он просто умирал, центр города И казалось бы, мы сохраняем историческую застройку, сохраняем памятники Сохраняем невмешательство Мы раньше сохраняли невмешательство Вот, а они так от невмешательства погибали Первые попытки найти общий язык с дирекцией по охране памятников Были сделаны в 1993 году Когда была высказана мысль о необходимости создания двухсторонней комиссии по регенерации городских кварталов В силу объективных причин такая комиссия приступила к работе лишь в 1999 году Сейчас в комиссии два сопредседателя Главный архитектор города Борис Маевский и директор охранного ведомства Михаил Карачев Задача комиссии – определить подход к застройке определенного участка Этапы проектирования будущего здания, стадии согласования и так далее По утверждению членов комиссии, такая работа позволила перейти от конфронтации к взаимодействию Было много борьбы, но лучше хороший мир, чем плохая война Ибо от нашего взаимодействия и зависит судьба неповторимого города Сейчас, слава богу, борьбы стало меньше, больше стало взаимодействия Это очень важно, поскольку все дальнейшие шаги по застройке города По ее реконструкции, регенерации должны вести всеми участниками процесса Это достаточно сложный процесс в согласии и во взаимодействии Комиссия, которая создалась при главном архитекторе и директоре по охране политиков Разбирает, который год разбирает все спорные моменты Что делать с утраченными, что делать с новыми застройками в центре города У нас бывают дохрепоты споры Но последние годы мы научились все хорошо находить консенсус, доходить до каких-то результатов И считаю, что это редкий пример, что так продуктивно идет работа Но былые ожесточенные споры принесли свои плоды В них рождались новые идеи и направления архитектурных решений Застройка центральной части ведется по трем направлениям Первое – это традиционная научная реставрация зданий, памятников истории и культуры Второе – это воссоздание исторической среды, утраченной И частичной возможной заменой утраченной или утрачиваемой Средовой застройки новыми зданиями на основе аналогов вологодской архитектуры И третье – это самоштабная фоновая застройка На участках, примыкающих именно к групповым охранным зонам памятников Которая часто требуется для того, чтобы закрыть искажающую историческую застройку Силуэты застройки конца 60-х, начала 80-х годов В Вологде появилась какая-то своя архитектурная школа Благодаря именно, я считаю, одной из причин этого Это была вот именно тяжелая увязка всех принципов архитектуры С принципами охраны памятника Архитектор, проектирующий в исторической части Вологды Должен уметь понять и почувствовать атмосферу квартала, его неповторимость И уметь себя немножко остановить в самовыражении Потому что каждый архитектор, он в некоторой роде творческая личность И он хочет сделать здание, сам того не понимая Которое должно принизить рядом находящуюся застройку Вот человек, который философски смотрит на это Он может работать в исторической застройке И таких архитекторов у нас уже достаточно Как отмечают специалисты, побывавшие в Вологде Здесь передумали нечто совершенно небывалое Своего рода ноу-хау Целенаправленно воссоздаваемые здания Строят из кирпича и обшивают деревянной вагонкой Это результат долгих споров архитекторов С дирекцией по охране памятников Это найденный компромисс Который устраивает и не только вышеназванные две спорящие стороны Но и третью заказчика Это целое направление регенерации исторической среды Когда рассказываешь архитекторам, что строится кирпичный дом И обшивается деревом, это вызывает и недоумение И у кого-то смех, у кого-то возмущение На самом деле это происходит так Потому что в этом, конечно, есть фальшь Но, с другой стороны, это такая вынужденная мера Это тот самый компромисс с охраной памятников Потому что те люди, которые вкладывают деньги Они просто боятся, что завтра они сгорят Они вкладывают большие довольно деньги в строительство И они хотят быть уверенными в том, что это просто надолго Они строят себе дома Ну, как-то принято говорить о том, что город Вологда Деревянный город Но я к этому отношусь так по-разному Потому что, да, он был когда-то совсем деревянный Потому что лес кругом был Это был единственный и дешевый строительный материал И когда стали строиться богатые люди Ну, вы видите, что они стали строить каменные дома Купечество, дворянство Стало строить каменные дома Ну, просто, так сказать, может быть, со временем И в истории он бы становился более каменным Но просто не успел Отличить такой кирпичный дом, облицованный вагонкой От реставрированного старинного здания Может только специалист Особенно, если в процессе строительства Выполнялись все рекомендации архитектора Как в этом случае Когда даже фрезу для вагонки Выбирали соответствующую образцу XIX века Старый дом, на месте которого фирма «Стройиндустрия» Возвела свой офис Не являлся памятником архитектуры Но был частью уцелевшего деревянного квартала Здание восстановлено вместе с каретником Говоря современным языком – гаражом Каретникам у вологодских архитекторов отношение особое При проектировании они рассматриваются как отдельное серьезное сооружение Что такое каретник? Ну просто, если это расшифровать на человеческий язык С исторического Это гараж в декорированной форме подсобного помещения А так как в домах раньше машины не было А были кареты и повозки То, соответственно, термин Гаражу в исторической застройке Подходит только каретник И даже в титулах этих объектов идет Воссоздание каретника Или строительство каретника Или проектирование каретника По адресу этой комнаты готовника Задача каретника – создать фон для основного здания Скрасить контраст между историческим или восстановленным строением И типовой пятиэтажкой Как правило, стоящей позади него Вологде немало так называемых пограничных участков Где современные многоэтажные кварталы Вплотную подступают к исторической застройке Чтобы сгладить контраст между этими кварталами Возводят совершенно новые здания Которые выполняют одновременно несколько функций Во-первых, они служат своеобразной границей исторических зон Во-вторых, выполняют роль переходного звена От фактически одного города Старинного двухэтажного к другому Современному динамичному высотному Это первое здание Которое было построено После разработки и утверждения проекта охранных зон И по нему первому Очень долго проводились дебаты Каким ему быть Первоначально здесь планировался типовой Силикатный пятиэтажный жилой дом 86 серии Но все вологжане знают, что здесь Место бывших фортификационных сооружений Ивана Грозного, ров Ивана Грозного Который у нас долгое время назывался Копанка И который проходит здесь под землей В трубе И как бы мемориальное сохранение Площадки, как вот зеленые зоны Благоустройство Требовало изменения конфигурации дома И постройку дома такого, который бы Ну создал Среду По масштабу Как бы Поддерживающие Требующие поддержания впечатлений Границы Границы города Которая здесь когда-то проходила По фортификационным сооружениям Неподалеку от этого здания На месте торговых павильонов Появится еще один дом переменной этажности Который будет выходить на улицу Чехова Двухэтажными фасадами Еще одно такое здание Выполняющее роль своеобразной границы Исторической зоны Строится на улице Пролетарской Его соседями будут как памятники архитектуры Церкви 17-18 веков Так и типовые пятиэтажные жилые дома А вот за этим Новым домом переменной этажности Выходящим одним фасадом на Советский проспект Спрятались панельные пятиэтажки Особенность этого здания В котором разместился офис фирмы Горсту и заказчик В том, что оно хорошо просматривается С нескольких улиц Здание спроектировано так Чтобы рационально использовать Долгое время пустовавшее Внутри дворовое пространство И одновременно служить фоном Для исторических построек на улице Ленина Еще один дом Выполняющий роль буфера Между историческим кварталом и наступающей на него современной застройкой Появился в районе Владычной Слободы Центром этой строго охраняемой зоны является храм Святого Николая После того, как в начале 90-х из него выехал цех валеной обуви Храм отреставрировали Рядом с ним появились новые двухэтажные особняки Повторяющие бывшую в этом месте деревянную застройку Они выполняются в кирпиче и обшиваются деревом А на параллельной улице Гоголя к храму подступает пятиэтажная застройка 60-70-х годов Искажа этот исторический участок Новый дом на углу улиц Гоголя и Добролюбова смягчает контраст между этими участками В нем использованы элементы типичного для Вологды позднего классицизма Чуть подальше, на улице Комсомольской, на месте сгоревшего деревянного здания построено новое Фасад его в точности повторяет фасад утраченного В том числе и все детали декора Про этот дом хочется сказать отдельно Потому что в реализации этого проекта было опробовано то направление в застройке исторического центра Которое в последнее время на наших комиссиях по регенерации Находит место при решении вопросов застройки участков Непосредственно близко примыкающих к исторической застройке И в то же время к застройке, которую надо бы как-то скрыть Уменьшить ее влияние Здесь был полностью утрачен Находившийся на этом месте дом Зона здесь как бы такая периферийная Охранных зон Но учитывая то, что здание было интересно по своей архитектуре Было принято решение восстановить три фасада данного здания Один к одному, как оно было раньше И современную часть здания пристроить как бы в единой комплексе дальше К восстановленному участку фасада И продолжить уже в более современных формах Которые не выходят на центральную часть воспринимаемого фасада здания Находятся в глубине дворового пространства И фактически воспринимаются только с дворового пространства Этот четырехквартирный жилой дом Как раз вот пример того приема Когда восстанавливается только часть фасада исторического здания Остальное все современное И поэтажности может быть повышено Опробовав на этом здании данный прием У нас сейчас уже есть ряд проектов жилых домов Которые разрабатываются на принципе Воссоздание части исторического здания Как оно было Пристройки более высоких блоков И разновысотный масштаб здания Он может доходить до пяти, шести И даже десяти этажей Это в тех таких местах Где очень близко современная застройка Подходит к исторической застройке И вот такие резкие переходы Они могут появиться только в этих случаях исключительно Этот прием использован и при проектировании части квартала по Советскому проспекту Из запроектированных объектов здесь пока возведен только один Но через некоторое время фасады домов на этом участке Будут выглядеть так же, как и в начале 20 века Улица Притеченская Здесь в историческом квартале среди разрушающихся деревянных домов появился новый трехквартирный жилой дом Три двухэтажных блока связаны между собой одноэтажными вставками Второй этаж облицован деревом В соседнем квартале построено совсем другое здание Здесь заканчиваются исторические охранные зоны и проходит одна из заживленных городских магистралей Улица Засимовская Это и обусловило появление именно такого разноэтажного высотного здания Которое является первой очередью будущего жилого комплекса В последнее время от восстановления отдельных участков домов в городской исторической зоне Городостроители перешли к регенерации целых кварталов Сегодня мы применяем и пошли по такому пути, что мы не отдаем место для строительства отдельного жилого дома Прямо даем и предлагаем отдельным фирмам, отдельным инвесторам Прямо целые городские квартала, которые подлежат восстановлению Где делается весь комплекс работ, включая восстановление памятников Решение вопросов по сетям и вопросы инфраструктуры И в общем-то это себя оправдывает Вот последнее, что мы сейчас в городе будем делать, это, как пример, 18-й квартал Где в течение трех лет он прорабатывался и с этого года уже приступят к его застройке Одно из старейших гражданских зданий, расположенных в 18-м квартале, бывшее ремесленное училище Сейчас это школа номер один Рядом с ним строятся новые корпуса школы, вместе они создадут целостный комплекс В проекте регенерации 18-го квартала выделены зоны постройки новых зданий и сохранения, либо воссоздания старых В этом, как и в других исторических зонах города, преобладает одно- и двухэтажная застройка Следующий 19-й квартал всего несколько лет назад представлял собой болотистый пустырь Проект регенерации этого района разработан архитектором Маевским при участии архитекторов Молдавской, Шарова и Майорова Согласован с Дирекцией по охране памятников Разработка этого квартала велась давно, с начала 90-х годов Первое здание, которое появилось здесь – офис Акционерного общества «Вологдаэнерго» по проекту Германа Виноградова Его фасады пришлось несколько изменить уже на последних стадиях строительства После того, как была полностью разработана схема застройки всего квартала За основу был взят большой по меркам Вологды комплекс Вологодского отделения Центробанка Чтобы не превратить этот квартал в сугубо административный, остальная его часть отдана крупному жилому комплексу с магазинами, кафе, прогулочной зоной Через некоторое время этот прежде пустовавший участок превратится в общественный центр, в котором жизнь будет кипеть и в будни, и в выходные Проект предусматривает воссоздание набережной с прогулочной зоной Строящийся рядом жилой комплекс с теплыми стоянками будет выходить на набережную двухэтажными блоками с воссозданными историческими фасадами Внутри квартала этажность увеличивается, поддерживая уже находящиеся в этом квартале высотные административные здания Слева жилой комплекс, уже обживаемый первыми жильцами, понижается, чтобы создать переход к двухэтажной застройке, проходящего рядом Советского проспекта Сегодня в центре Вологды не осталось, наверное, ни одной улицы, где бы не велось строительство Характерная для нынешней Вологды картинка Среди сохранившейся исторической застройки возводится новый дом Еще несколько лет назад центр города изобиловал унылыми, сгоревшими или обвалившимися деревянными домами Они создавали атмосферу уныния и запустения Теперь у Вологды совсем другое лицо – ухоженное, чистое, расцветающее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok